Про что разговор? Про то, мешают ли дети в храме, ну так, да, Оль, если выводить узко, или, а каково детям в храме и нужно ли малышам быть в храме? Что там интересного для трёхлетнего в храме? Очень интересно, много интересного. Ну, расскажите. Можно как-то детским языком рассказать жития святых. Не всех, а вот кого вот иконочка висит в храме. Вообще детям очень важно в этом возрасте, да и взрослым, наверное, многим важно, но детям особенно очень важно какое-то дело в храме. То есть вот подойти, поздороваться со святым – это дело, да? Те, кто делают наибольшее количество замечаний, я прямо отобрал внимание, из старшего поколения, кто начинает наблюдать, милость мира начинает, они больше всего святые наводят потом. Отец Леонидий старый наш настоятельный называл их «Ваши высокие, не перелезешь». Такие бабушки есть. Мамы приходят, мне кажется, с таким вот глобальным чувством вины изначально. Изначально. Если есть благоговение у родителей, ты, конечно, что-то уже серьезное. А потом тебе начинают объяснять. Сначала детская Библия, детская Евангелие. Просто тебе говорят, тихо, здесь сам Божий. А ты тебе говорят, ну, дом Божий, здесь Божий, инка живет. Что это такое? Это еще малыш, что такое? Мы, например, детей маленьких, мы в храме всегда пытаемся, если угомонить, вообще ведем себя по-особому в храме, стараемся больше их обнимать там, больше гладить, больше целовать, чем в обычной жизни, чтобы они чувствовали, что это место какое-то особое для них, что родители там даже нежнее, чем обычно. Как-то раз, значит, на начале посмотрел там на некоторые вещи, когда во время службы кто-то пробежал, говорит, видно у вас в храме очень много любви. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа Клуб частных мнений, меня зовут Наталья Лангамер. Мы по традиции в вечернем эфире в Клубе частных мнений обсуждаем одну из тем, которые в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». И сегодня эта тема «Маленькие дети в храме». Такая острая тема, как все сделать правильно, чтобы было хорошо и детям, и взрослым. И чтобы обсудить эту тему, мы пригласили Иерея Тихона-Худякова, настоятеля храма «Преображение Господней села Нижние Прыски», руководителя отделов по культуре взаимодействия общества и СМИ. Добрый вечер, отец Тихон. Ольгу Кутанину, преподавателя воскресной школы храма и иконы Божьей Матери Знамени в Ховрино, члены Российского Союза писателей, многодетную маму. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте. Ну и нашего автора Олю Цой, которая, собственно, и подняла эту тему. Педагога, филолога, кандидата искусствоведения. Добрый вечер, Оля. Добрый вечер. Я предлагаю начать с того, что мы послушаем программу Оли и поймем, что она думает и чувствует на эту тему. Дети на богослужении. Тема неоднозначная. С одной стороны, на мой взгляд, нужно с малолетства водить ребенка в храм. С другой, важно, чтобы он там никому не мешал молиться и вел себя хорошо. Но дети есть дети. И их поведение обусловлено очень многими факторами. Главным образом – спецификой возраста. Можно долго размышлять на эту тему, но мне сразу приходят на ум слова самого Господа Иисуса Христа. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Я никогда не забуду одну маленькую девочку лет пяти, которая пришла на литургию вместе с бабушкой. Девочка никак не могла спокойно стоять на месте и все время ерзала и вертелась, но мешала даже не это, а громкий шепот бабушки, которая все время ее одергивала. Прекрати, стой смирно. «Тише! Перестань! Хватит!» Наконец девочка не выдержала, как-то весело повернулась к бабушке и выпалила. «Сама ты хватит!» Потом вырвала свою руку из ее руки и убежала вглубь храма. Тщетны были все попытки бабушки ее поймать. Малышка скрылась в толпе молящихся. Она была словно солнечный лучик, бесшумно и весело перемещаясь по храму и совершенно никому не мешая. А когда стали петь честнейшую херувим, вдруг потихоньку начала танцевать. Она порхала, и все ее существо выражало такую светлую радость, что у присутствующих улыбка не сходила с лица. Но только не у бабушки. Она взволнованно выискивала внучку глазами и очень хотела присмирить этот солнечный лучик. Когда началось причастие, бабушка снова начала активно жестикулировать в сторону девочки. А та тем временем оббегала все иконы в храме и нежно к ним прикладывалась. Наконец она добралась до последней иконы Пресвятой Богородицы, с особым пылом громко поцеловала ее, словно свою родную любимую бабушку, и спокойно подошла на причастие. Я не знаю, должны ли дети пребывать всю службу в храме, ожидать причастия на улице или в специальной комнате, а может им нужно совмещать все эти способы. Но лично мне совершенно не мешает ребенок в храме, даже самый капризный. Потому что, по евангельскому рассказу, сам Господь заградил уста своим апостолам, которые беспокоились, что малолетние дети помешают его проповеди, а затем подозвал матерей к себе, чтобы благословить детей. И я очень хорошо понимаю, какой это тяжелый психоэмоциональный труд быть с ребенком на службе, самой суметь помолиться, всей семьей причаститься. Верю и надеюсь, что даже очень непослушный малыш с Божьей помощью, по молитвам родителей, сможет вырасти в настоящего христианина. ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ Оля обозначила свою позицию. Могу сказать по своим ощущениям, это какая-то лайт-версия всего, мне кажется. Это идеальное поведение ребенка в храме, когда, в принципе, обсуждать нечего. Проблемы нет, мне кажется. Но, с другой стороны, проблемы есть. Оль, как вы чувствуете, в чем проблема, если уже мы видим картину очень красивую, благостную, и все понятно. Да, действительно, то, что я описала, это такая очень симпатичная, очень такая добрая зарисовка, когда, действительно, маленький ребенок такой создает очень такую чудесную, почти сказочную атмосферу. Но и такое бывает не всегда, потому что дети ведут себя по-разному. Они могут и капризничать, и хулиганить, и совершать какие-то вещи тоже. И здесь, на самом деле, вот на базе этого случая, тут можно задать такой вопрос. А вот мешала ли кому-то эта девочка? Потому что, да, вроде бы она не хулиганила, она вела себя хорошо, но, тем не менее, своим поведением и танцами, и перемещением по храму она создавала некий такой шум, который, наверное, в этот момент меня он вдохновлял, меня он как-то радовал, ну, может быть, кого-то он и раздражал. – Батюшка, вот я смотрю, вы улыбаетесь, да? – А бабушке он не давал покоя. – Бабушке, смотрите, сколько реакций, да, на поведение маленького человечка в храме. Мы с Олей про это спорили, что позиции прям две радикальные, мешает молиться и не мешайте детям приходить к Богу. – Как всегда, проблема в крайностях. – Да, да, да. – И все всегда индивидуально. Есть разные приходы, есть монастыри, есть приходские общины городские, есть где многодетных семей много, есть где какие-то люди культурного, можно сказать, сословия, есть где люди из деревни более работящие, такие простые, и они по-разному выражают свое мнение. Ну, и от этой проблемы тоже она такая вечная в храмах, то есть люди, приходя в храм, приносят с собой мир, который, какой имеют вокруг себя, в себе, они все это заносят и там реализуют. Кто вот имеет там самолюбование, вот он смотрит, ой-ой, как же меня, как я выгляжу в глазах других, моя девочка так себя ведет. Но это мы можем так осудить эту бабушку. А вдруг мотив этой бабушки, например, любовь к своей внучке и страх, что она не имеет благоговения перед Богом. Или страх, что ей что-то скажут резко, это останется травмой у ребенка. Ну, разные взгляды, говорю, разные взгляды, мы же не можем вот так. Мы обычно, что мы видим? Ну, то, что в себе имеем. И как мы мирим, мы так и мерим. И поэтому есть удивительные такие слова в нашем фольклоре, можно сказать, со своим уставом в чужой монастырь не лазит. И люди часто вот так и выбирают себе приход, как они выбирают. Вот здесь вот комфортно, у меня с детками есть детская площадка, если здесь на меня не шикают, не ругаются, я вот сюда пойду. А другие вот таким более зелотского такого воспитания, где-то я вот туда пойду, там вот мне не мать. Еще есть такие варианты, как ранние службы в 5-6 утра, есть поздние службы и тоже разный контингент людей на них присутствует. И психологическое у них восприятие мира, так одни жаворонки, другие там, все, поспать, все. И это выражается на поведении семьи. У нас в храме много семей разных. Ну, так вот, хоть и деревни, но рядом монастырь Уптино-пустыни, многодетных много и приятно. Одна семья – 10 детей, других – 7, там 6. А не просто 2-3 семьи пришло, у тебя уже 20-30 детей. А еще детский приют приходит, их под 50, под 60. Воскресенье бывает. Только деток. И, конечно, там не без искушений. И особенно старым прихожанам, бабушкам, там, кто имеет все такое кривко как-то. Отец Леонетий старый наш наставитель называл «хваше высоко не перелезишь». Вот такие бабушки есть. Они, конечно, выражают свое мнение по-разному. Но надо всегда, конечно, задаться себе вопросом. Какова цель моего рождения? Какова цель моего похода в храм? Если мы вспомним, вот святитель Лука, он пишет «не презирайте малых сих», то одно из моментов именно с детками связано, что такое «не презирайте». То есть занимайтесь их воспитанием, обращайте внимание на них. То есть это касается всех прихожан, это не чужие дети, да? Это все, да. И вот я вот всегда задавался вопросом, удивительным таким, а можем мы гипотетически встретить такую картину, когда, вот представьте, ваш ребенок похулиганил. Ну вот в силу разной причины, вот он не выспался, вот ему вот… И подсвечник перевернул. Ну это часто бывает, и маска, и ног на пол, и там все это. Но мне вот… Вот просто я сейчас это вывожу в то, что именно наше восприятие этого момента… Вот наш ребенок пришел в храм, он мой там сын или дочка, и мы его любим, безусловно. И вот он что-то сделал, и подходит эта вот бабушка, не важно кто, и друг строго делает ему замечание, бывают случаи за ухо оттаскают. Ну бабки-то разные бывают. Чужих детей? Конечно. Это в наше время все это вот так вот воспринимается сейчас. Я был свидетелем в детстве многих картин. Вот. И, естественно, там возмущенные родители начинают выяснять отношения, может, прямо там же, в Херуимском, неважно. Ну, как, естественно, дьявол уже сделает так, что мы в самый благодатный момент начали все это выяснять. Вот представьте такую идеальную картину. Вдруг этот мудрый родитель говорит вот этому, так сказать, зелоту нашего времени, «Я благодарю вас, что вы обратили внимание на воспитание моего ребенка. Скажите, как ваше имя, я за вас помолюсь». А бабушка говорит, «Сыночек, Пелагея, помолись, а я за тебя». Ну, это же эзюистическая такая картина, да? Но я был свидетелем, когда я в детстве сам хулиганил нас, мама, у нас было пять мальчишек. Мы с метро «Фили» ездили на Кропоткинскую в храм Илья Обыденного к отцу такому Александру Егорову, он был духовником семьи, на раннюю службу, потому что он часто ее служил. То есть, мы где-то в пять вставали уже, надо было ехать, все, вот в шесть часов тоже на службе. Ну, там, в маленьком возрасте ты спишь где-то там на лавочке, а потом друг пришел, второй друг, и ты вот сидишь на обвоне с ним уже перед причастием, ну, как у тебя играешь, у тебя все, вот у тебя восприятие, ты в храм пошел, зачем? Ну, мама, понятно, разбудила, но я же там уже будет мой друг, как же я с ним не увижусь. И вот тоже нас там иногда там осекли, сделал замечание, и я увидел, как мило моя мама беседует с человеком, кто на меня наругался. – Обидно. – Ну, сначала как, что это, а потом, слава Богу, она объясняла. То есть, самое важное – это объяснять. И ребенок, ну, я вот не знаю, может, в тот момент это эмоциональная реакция, но потом ты вырастаешь, смотришь назад, это зернышко прорастает. – А что она объяснила? – Она мне объяснила, ну, во-первых, ну, дед священник у нас в семье, молимся утром, вечером, вообще все, и життя святых читается каждый вечер, ну, для детей, и все как-то объясняется, но главное – любовь к Богу, и в храм мы пришли к Богу, предстоим перед Богом. Вот есть человек по угодия, да, вот, а как на нас посмотрят молящиеся, а есть мое благоговение перед Богом. И вот эта любовь отца Александра, который выходит и говорит, так, дорогие мои, вот он прямо сам вон начинает с нами, с малышами беседовать. А что это такое сейчас было? «Почему во время Суры вы здесь не одни?» И вот он начинает это, вроде бы, казалось бы, строго, все, и можно убедиться, но, во-первых, появляется стоит, ты не знаешь, как под землю провалиться уже. Я просто свое восприятие говорю, я не могу говорить за других детей. Я это вспомню, и я очень благодарен, что это было. Никто в зауке, конечно, меня не оттаскивал, вот, но в домашних условиях бабушка еще была, которая за нами следила строго, но эта строгость была какая-то так, то есть я ее чувствовал, вот, что это строгость не от ненависти ко мне, а от заботы. И простейший пример, дедушка, священник рассказывал, вот ребенок, говорит, палец в розетку сует, вы его одергиваете или говорите, это твой выбор, суй, 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 ты знаешь, ну ты же хочешь, это же правильно. Это же безумие, это отсюда термин, безумная любовь, безумная. А если его поведение в храме приведет его к тому, что он выработает храм как привычка, храм вместо тусовки, храм вместо встречи, не благоговей, не предстояние перед Богом. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангамер, мы сегодня обсуждаем тему «Маленькие дети в храме», как все правильно организовать, чтобы было хорошо всем. У нас в гостях Ирей Тихон-Худяков, настоятель храма «Преображение Господней села Нижние Прыски», Ольга Кутанина, преподаватель «Воскресной школы», «Многодетная мама» и Ольга Цой, педагог, филолог, кандидат искусствоведения и автор программы «Частное мнение», которая предложила эту тему. Мы с Олей когда обсуждали, о чем должна быть программа, у нас дебаты были жаркие в переписке, правда. О чем мы спорили? Мы пытались понять, про что разговор. Про то, мешают ли дети в храме, ну так, да, Оль, если выводить узко, или, а каково детям в храме и нужно ли малышам быть в храме? Потому что, а что они понимают? Вот я Олю спрашивала. Вот дети до шести лет, вот им в храме быть зачем? И на какой части литургии им быть, что они чувствуют, что они понимают? Это поможет им остаться в лоне церкви, когда они вырастут? Или это выработает, наоборот, какое-то отторжение, что мы устаем, ножки устают, бабушки шикают, непонятно чего делать? Вот эти песнопения. Вот, Ольга, как вы думаете? Ну, мы приводим детей в храм очень рано, то есть, прямо практически скрещение в первый месяц-полтора. И, мне кажется, это какой-то вот такой оптимальный возраст, когда они очень плавно, очень естественно входят в храм. Но не у всех так получается, ситуации бывают разные. То есть, если, например, ребенок в храм приходит уже годиков три, мне кажется, его обязательно надо подготовить. То есть, что-то рассказать ему, что-то, может быть, прочитать, а может быть, от себя рассказать. Каким-то вот заразить интересом, да? Каким трехлетнего можно заразить? Что там интересного для трехлетнего в храме? Очень интересно, много интересного. Ну, расскажите. Можно как-то детским языком рассказать жития святых. Не всех, а вот кого вот иконочка висит в храме. Мы даже делали это во время службы, когда ребенок уже устает, и какой-то есть такой период, когда можно пройтись тихонечко по храму с маленькими детьми. Мы подходили и вот знакомили его с этими святыми тихонечко, на ушко, вот к этому подойдем, вот к этому. Вообще детям очень важно в этом возрасте, да и взрослым, наверное, многим важно, но детям особенно очень важно какое-то дело в храме. То есть вот подойти, поздороваться со святым – это дело, да? Или там, например, когда закончился период, когда нельзя ходить и можно пройти немножечко, у нас запас свечек, мы пройдем, поставим свечки. Таким образом, мы немножко удлиняем их время на литургии, и постепенно они привыкают все больше и больше времени включенно проводить там, да? То есть какие-то у них появляются такие задания. Ну, если уж позволили ребенку там лет семи поухаживать за подсвечником, вот, ну, это уже вообще счастье. Ну, такое редко позволяют. Вот. Но, тем не менее, вот какое-то маленькое дело такое придумать. Ведь общение со святым… Мы находим иногда возле подсвечников фигурки, лошадки, мишки… Из лошадки. Из лошадки, да? Из лошадки, да? Да. Игровое задание, которое… Ну, не то чтобы игровое, наоборот, очень даже серьезное. Мы не берем в храм никогда игрушки, не берем раскраски. То есть если ребенок хочет отдохнуть, лучше выйти, наверное, с ним, чем приучать его во время службы играть в игрушки, да? Или сидеть, общаться с кем-то. Для него игра все равно будет. То, что вы предлагаете свечки поставить, это тоже игра. Да, да. Да, наверное. Это игра, конечно. Тем не менее, это вот какое-то действие, которое его увлекает. Не обязательно всю службу это делать. Он тоже уже понимает в три годика, что вот здесь мы должны постоять, да? А здесь мы можем вот походить и пообщаться. И он помнит это в какие-то моменты? Нет, ну мама рядом, папа-мама. Это же не одинокий ребенок, да, в этом возрасте. Это уже старшие ходят там сами. А младшие, мне кажется, очень важно сохранить вот этот вот интерес, какое-то трепетное отношение. Чтобы лет в 13 или даже раньше они не сказали, что мы вообще не хотим туда идти. Там плохо, на нас там шикают. Хотя на самом деле вот мы во многих очень храмах, монастырях бываем, когда в поездки ездим. И ну не встречали такого, чтобы нашего ребенка кто-то там одернул, ну не знаю, отругал. Видите, все зависит от семьи. Они хорошо воспитаны. Да нет, но все равно, чтобы кто-то вот их там за ухо покрутил. Но на самом деле я видела это от их собственных бабушек и дедушек, да, когда они вот начинают говорить трехлетнему ребенку, ты бессовестный, бессовестный, с таким эмоцией. А он не может стоять, он просто вертится. Вот он поэтому бессовестный, да. То есть это очень тяжело. Это же сам бабушка и дедушка в нем генетически. Конечно. Как же вот его потом, да. Бегают. А привести в храм, если у него, какой вот у него запечатлеется Бог в уме, в сердце, да. Ну знаете. Вот встречал на практике семьи, где ну все было идеально, и поведение деток, и родителей, и потом в переходный период улетают в сторону. И наоборот, вот просто оторвей и выбрось, а в какой-то момент раз, и все. От чего зависит эти стихи? Конечно, от Бога. От Бога, да? И от сердца открытого Бога. То есть это их диалог, да? Храм – это средство для нас, к богообщению. Вот что. И Господь, Он говорит, а как мы можем судить, у кого как сердце открыто? Мы не можем это сейчас судить, но в то же время мы должны иметь грань. То есть Ян Златоуст, по-моему, говорил, где любовь там и свобода. Свобода, то есть с одной стороны, звать свободы. Как-то раз, значит, на начале посмотрел там на некоторые вещи, когда во время службы кто-то пробирал, говорит, видно у вас в храме очень много любви. Такое мудрое мне замечание, чтобы я обратил внимание, что в ответственный момент начинается такая суета. Причем, что интересно, те, кто делают наибольшее количество замечаний, я прямо это обратил внимание из старшего поколения, потом начинаешь наблюдать. милость мира началась еще. Они больше всего суеты и наводят потом. Как будто, ну как, вселился товарищ и ими начинает вот шепушать. Просишь их, но дошло до одного такого момента, что я попросил одну такую особу в один момент, вы знаете, ничего не делайте. Просто я вас прошу. Постойте. Помолите, все. Ну, обиды. Сначала в храм не пошли, вообще все. Но тишина наступила в храм. И дети перестали баловаться. То есть, чем меньше ты на них обращаешь внимание, они меньше... Это же... Они тоже взаимодействуют. Они чувствуют атмосферу. Да, да, да. А есть индивидуальная вещь. Есть болезни. Вот был мальчик-заик, например. Ну, у него как-то вот это вот, ну, крики такие вот моменты были. Но это было больше психологическое, чем врожденное. И мама его, конечно, претерпела. Там понятно, что у нее, может быть, проблемы своей, болезни, еще прочее. Она не могла себе найти храм. Ее везде выгоняли. Ну, потому что невозможно во время службы крик. Так раз, раз, раз. Ну, это как будто... Сначала я, когда первый раз услышал, потому что это беснование, что ли, кто-то притворяется в это. Потом нет. Ну, мы с ней как бы нашли диалог, договорились, что давайте будете посещать когда-нибудь многолюдную службу, чтобы... Потому что, бывает, неофит заходит в храм, он просто уходит. У него свои искушения. Его делал по-своему. И она ходила. Потом они впоследствии переехали, как решила. Сейчас вот он с ней связь потерял с этой мамой. Но с ним беседовал. Он уже был школьником начинающим. Все. И он понял. У него потерянный мальчик был. Его жалко. Его в школе за это еще там все. Ну, то есть, у него свой... Значит, не зайти. У них семейная трагедия. Им помочь надо. А мы будем говорить, он мне мешает молиться. Ну, это крайняя ситуация. Ну, вот я просто привел... Для чего мы приводим крайнюю ситуацию? Для того, чтобы увидеть, а где царский путь. Ну, вот смотрите, я могу сейчас, поскольку все тут как бы родители, да, за свободу детей и все за интересы детей, давайте я немножко побуду таким депутатом от бабушек, да. И какой-то их... Почему бабушек? Очень много и не бабушек реагирует болезненно на шум детей. И, может быть, этих людей тоже есть смысл как-то, ну, не знаю, пощадить, если им это не по силам нести. И их позиция, ну, занимайтесь детьми, потому что, ну, бывает так, что действительно народ бегает мелкий и шумит. И у нас в храме, например, куда я хожу, священному ученику Антипа на Колымажном дворе вышел настоятель, отец Андрей, и сказал, что я вас очень прошу, родные, хотя бы на евхаристическом каноне, с детьми, в притвор, потому что, когда они все кричат внутри храма прямо перед цельей, да, и... И вот этот момент говорит не про детей, тут уже этот момент про Бога, дайте пообщаться с Богом, потому что вы, как бы, смущаете всех остальных. Такая же сторона тоже есть, да? Конечно. Для этого и существуют такие... Ну, я не знаю, как это, откуда они взялись, канона такого нет, но, как бы, как правило, общепринятые младенцев просто приносят к причастию, там, чуть постарше уже, надо полили и помазаться, потом потихонечку приучают. А дальше уже индивидуально. В одной семье, вот смотрю, малышкин стоит и не шевелится, в другой он носится, уже ему возраст, уже всё, а он не может себя удержать. Разное поведение. Ну, этому, с этими родителями говорят, слушай, ну, ты ему объясни, не можешь, ну, давай выйти, ну, это, конечно, дело родителей. Ну, вот, вот, очень правильно говорите, да, что родители, потому что вот родители, если есть контакт с ребёнком, если они его вообще, в принципе, знают, да, то они очень чётко будут подмечать моменты усталости, да, то есть вот когда уже пошли какие-то признаки усталости, что он не может больше стоять, значит, можно выйти или в следующий раз прийти чуть попозже. Тут как-то надо немножко пожертвовать своей молитвой и посмотреть, как вообще самые слабенькие из детей. И когда вот видишь, что это из раза в раз уже становится, ну, нормой, надо уже беседовать делать, то есть у меня, конечно, бывали случаи, как вот вы говорите, наставитель выходит, я и выходил, часто за причастность их, потому что причащаться даже на то, что святая святым, там как базар шушу, шебушение, открываю дверь якнскую, выхожу, что такое, ну, все по лавкам, я говорю, так, стоп, зачем пришли, что ждём сейчас, ну, а насчёт детей, говорю, а почему не объясняете, есть замечательные люди, у нас же при таинстве крещения данные вообще-то, кто с них ответственность не подождёт, восприемник, там крёстный, нет слова, восприемник, принимающий вообще, ну, задача-то воспитать, это всё объяснить, показать, рассказать, и родители, конечно, это, ну, вот если вот, я, ну, ехав сюда, читал, ну, просто вот ввёл так поведение детей в храме, Лука Крымский, удивительная вот его проповедь есть к родителям, а вот, кстати, насчёт вот этих замечаний, когда мы делаем, бабуши делают замечания, а как оно, если с любовью, это сделано, с заботой, да, это же чувство, я вот чувствовал, что меня любят, они даже ругают, а если это раздражение и ненависть человека, я тоже это чувствую, конечно, и вот, удивительно, сейчас вот 1 сентября, все молились за детей, кто в школу пойдёт, там старославянский язык, очень мудрый, слово, наказание, учение, восприятие, наказ, 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 это же учение, так вот, оказывается, люблю и наказываю, что такое наказать, это рассказать, научить, чтобы опыт стал человек, красивый там. Конечно, а иначе это, ну, выражение, вот и от чего я начинал эти слова, что сейчас человек приносит в храм, что имеет, но если тебя раздражает дома ребёнок, он тебя будет и в храме раздражать. И я напомню, что в эфире программа Клуб частных мнений, меня зовут Наталья Лангамер, мы обсуждаем сегодня сложную и многогранную тему, маленькие дети в храме, как всё организовать, чтобы всем было комфортно. Я напомню, что в студии у нас Ирия Тихон-Худяков, настоятель храма преображения Господня села Нижние Прыски, руководитель отделов по культуре, взаимодействию общества и СМИ, гиперхиальный древлехранитель. Ольга Кутанина, преподаватель воскресной школы храма иконы Божией Матери Знамени в Ховрино, член Российского союза писателей «Многодетная мама» и автор программы «Частное мнение», которая предложила эту тему, Ольга Цой, педагог, филолог, кандидат искусствоведения. Мы вернёмся через несколько минут, не переключайтесь. Клуб частных мнений на радио «Вера». И мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему «Маленькие дети в храме», как всё организовать, чтобы и им, и остальным было комфортно. Для обсуждения этой темы мы пригласили в студию иерея Тихона Худякова, настоятеля храма «Преображение Господня» села Нижние Прыски, Ольгу Кутанину, преподавателя воскресной школы храма иконы Божией Матери Знамени в Ховрино, члена Российского союза писателей «Многодетную маму» и Ольгу Цой, педагога, филолога, кандидата искусствоведения, которая и предложила нам обсудить эту тему. Но знаете, о чём я думаю? Мне вот хочется отца Тихона спросить. Вот этот взгляд ребёнка, который вырос в храме, мы обсуждали сейчас разные ситуации, и как с ним играть в храме, и как ему преподносить веру. Но он же в какой-то момент должен понять, что он присутствует на литургии. Потому что прийти в храм – это одно, а он присутствует именно на литургии. А если ему никто не говорил об этом? Что с него, бедного взять-то? Вот как у вас было? Потому что я помню отца Дмитрия Смирнова, который говорил, что вот дети играют на площадке сейчас, но ждут причастия. Им глубоко всё равно, что здесь происходит, что заколается агнец, что тело, кровь Христова. Они вообще многим говорят, компотик пришли выпить. Ну, это страшно. Вот как у вас было? Вы поняли, что это литургия? Литургия. Вот какая-то для вас литургия происходила для маленького внутри храма? Ну, вот как тоже, опять-таки, притча в языцах. Но отец Леонтий, дедушка, говорил, что ребёнка надо начинать воспитывать, когда он ещё в утробе мамы. Взаимоотношения родителей с Богом непреложны. И на детей они всё это видят, как считывают. Если есть благоговение у родителей, ты, понимаешь, что-то уже серьёзное. А потом тебе начинают объяснять. Сначала детская Библия, детская Евангелия. Просто тебе говорят, тихо, здесь сам Божий. Но ты тебе говоришь, дом Божий, здесь Боженко живёт. Как, что это такое? Ты ещё малыш, что такое? Ты уже идёшь куда? Там что-то серьёзное. Ангелы в алтарь ещё не пускают ребёнком. Тихо, тихо. Там что-то. И вот не норовоучение, а именно отношение. Когда идёт старый дедушка, тут мой дедушка, священник, он проходит тихо-тихо, пальчиком погрузит. Здесь Бог, тихо, нельзя, они себя пред Богом прислушают. Что-то такое, что-то случилось, что-то таинственное, что-то такое. Но это, можно сказать, на уровне игры вроде воспринимается. А потом всю жизнь, я вот не помню такого, что мне прям рассказали. Ребёнка посадили, знаешь, Евхаристия. Это вот такое, это благодарение, это вот этот вот Агнец там сказал. Это уже воскрес школу мы пришли, раскраски первые. И там пошло всё это. Но это благоговение, представим, я не помню, что мне вот так вот прям всё рассказали. Ах, вот как оно. И я пошёл, конечно, нет. Это есть ощущение, что ты вот... И к причастию, как ты, тебя уже дома готовишь. Слушай, всё, нет, ты самого Христа будешь сейчас встречать. Тебе уже говорят. Встречать. Ну, конечно, ты же, у тебя встреча со Христом сейчас будет. Ну, принять, ну, что-то такое. Вот ты уже, ты куда идёшь-то? В храм идёшь? Ну, и причастие, это всё, это всё об этом же. И у тебя восприятие этого, ну, как что-то более реального, не где-то фантазийного. Потому что ты присутствуешь, все пошли, ты пошли, как это, что это? А что в ложечке, в ложице? Тело и кровь Христова. То есть, это им понятно? Ну, вот мне было, я не помню, в каком возрасте это стало понятно. Кстати, сейчас не могу себе ответить. В том возрасте, когда я уже начал сидеть в воскресной школе за партой, или дома слышать чтение, либо раньше, не знаю. Но об этом были разговоры. И они очень в детском сознании, эти разговоры, то ли это пошли первые фильмы в начале 90-х годов про гонение на церковь, то ли ещё где-то я ребёнком услышал, что в советский период кто-то пытался над дарами издеваться, ну, выносили, стреляли в них, кто-то ещё, что Господь вот наказал, всё. А у меня было такое внутреннее возмущение. Как? Это же сам Христос. Я не понимаю. Я не видел Христа в чаше никогда, как ребёнок. Но понимание... Вы верили, потому что, да. Оно откуда-то вот раз и есть. И это не объяснить. Вот есть понятие совесть, любовь, их рулеткой не померишь, поэтому мы сейчас логическим языком не можем себе дать ответ. Но если это есть у родителей, если есть в приходе, в окружающих людях благоговение, какое-то представление, оно отразится. Но если этим не заниматься, а сам Господь с ними разберёт преступление. Да. Конечно, преступление. На самом деле для возраста, о котором мы сейчас говорим, это младенческий возраст, это возраст от года до 7 лет, то есть мы не берём 7 лет и выше, когда ребёнок идёт первый раз на исповедь, мы берём именно младенческий возраст. Для особенностей этого возраста абсолютно нормально верить в чудеса и абсолютно быть уверенным, что эти чудеса реальны для всех нас. Будьте как дети, и ведите в Царстве Небесных об этом. Вот мне очень радостно вообще на самом деле, что здесь прозвучала вот такая мысль, очень добрая мысль о том, что дети впитывают атмосферу от прихожан, и дети перенимают вот этого доброе отношение, то есть если к ним относятся по-доброму, они начинают заинтересовываться храмом. Если они чувствуют негатив, который исходит от прихожан, они маму берут за руку и говорят, маму пойдём отсюда. Я бы даже сказала от родителей в первую очередь. И от родителей, конечно, потому что ребёнок настолько в этом возрасте привязан, он всё-таки смотрит на папу и маму в первую очередь. А негатив из-за того, что родители боятся, что сейчас ребёнка осудят и сами его дёргают. Ну, если у родителей какой-то там суеверный просто страх, ужас. Он с страстными, но страшный. Крайности разные бывают. Одна крайность распущена, другая крайность зелотства. Вот мы сейчас тебя построим. Но и с любовью строгость проявленная, она возумеет дело. И с безразличием попустительства, казалось бы, доброта лицемерная такая, вот такое попустительство, это всё сыграет в минус человеку. И в осуждении нам всё просто. Мамы приходят, мне кажется, с таким вот глобальным чувством вины. Изначально. Изначально, потому что они понимают, что если сейчас мой тут начнёт что-то вытворять, «Боже, это я не доучила, не объяснила, не воспитала, не показала, и ты стоишь», конечно, мама уже не молится. Конечно, она думает только о том, что... Если у мамы эта мысль, «Господи, это я пред тобой, я не воспитываю». Представляете, какое-то... Что же я наделаю? Но, как правило, у нас это, как Маша-Паша посмотрит, что же люди скажут. У нас вот это вот такое лицеприятие, или как это правильно сказать, оно на человека угодит, оно превалирует. Но надо просто честно себе отвечать на вопрос. Ты стоишь, что ты из мира принёс? Где твоя обида? На что ты обижаешься? На что ты обращаешься? На что ты обращаешься? На что ты покоряешься? Почему? Вот он перед Богом или перед людьми. Это же... И всегда... Это всегда грань, всегда грань в любом выборе. Вот одно и то же действие может быть во благо, вот замечание сделает, спасло ребёнка от привычки к греху. Или наоборот, сделали это замечание так, что он развернулся и ушёл. И ушёл. Действие одно и то же. И здесь, наверное, чтобы примирить вот две вот эти стороны, прихожан, которые испытывают... Всем надо смириться. Да, всем. И одним, и вторым принёс. Смирение, конечно, должно быть. Но здесь, мне кажется, ещё должно быть знание. А знание – это о том, что это за возраст. То есть вот эта вещь, она должна быть проговорена, мне кажется. Ребёнок от года до шести лет, да, как бы младенческий возраст. Ведущая деятельность для этого возраста – игра. Это значит, что весь мир, всё окружение своё ребёнок постигает через игру. Он будет играть везде. И в храме тоже. И здесь важно эту игру, это его естественное нормальное состояние обращать во благо, чтобы эта игра не мешала людям молиться, чтобы она не травмировала родителей и чтобы самому ребёнку пошла на пользу. Как пример могу привести тоже вот очень правильное обращение этой игры на дело. Это наш храм. Вот возвращаясь к бабушкам, чудесным бабушкам нашего храма, куда мы ходим с детьми, бабушки, тёдушки, которые очень много лет туда ходят, был такой случай, когда тоже мы привели ребёнка, ему 3 года, он начинает уже спустя 5 минут. Внимания хватает минут на 5, максимум на 10. Всё. Потом ребёнок начинает ёрзать, ходить, потому что его нервная система такая, что процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Она очень лобильная нервная система. Всё, он не будет стоять слушать. Он себе начнёт выискивать какую-то игру, какое-то занятие. И вот здесь был тоже такой случай, когда стоял, он начинал уже ёрзать. Мама, то есть я, начинала уже нервничать, потому что что там происходит. Конечно же, начинаешь дёргать ребёнка. Тихо, стой. Это не действует. Вот здесь подходит чудеснейшая наша, одна из наших чудеснейших бабушек, берёт ребёнка за руку и говорит, пойдём со мной. Спокойно, молитесь, молитесь. Уводит его, начинает ему предлагать тряпочку, давай с тобой иконы протрём. Пшиколку давай мы с тобой иконы, значит, антисептиком обработаем. Можно сказать, опытная бабушка. Да, такой труд ему предлагать. А вот тут можно свечечку убрать, смотри. Ещё попутно прикладывая его к иконам. Может быть, она там рассказывала что-то о святых, я не знаю. Ребёнок в восторге, потому что это здорово. Столько дел, занятий, всё так интересно, можно потрогать, можно... Ну, Оль, вот то, про что мы пытались говорить, да, что получается пребывание с ребёнком в храме – это для мамы труд. Это отдельная работа на протяжении литургии. То есть у ребёнка своя литургия, у мамы своя литургия, потому что надо постоянно работать. И, наверное, речь шла, когда мы про прихожан, которым не нравится, речь шла о том, что родители, не дотягивая этот труд, его сваливают на стоящих людей, и дети начинают бегать, кричать. В связи с этим вопрос, который мы обсуждали. Отец Тихон, а нужно ли малышей к началу литургии приводить? Или логичнее, чтобы они поиграли во дворе? Всё очень индивидуально. Вот в одних случаях логично, потому что он не может себя ещё сдержать, и он настолько гиперактивен, что даже ему, дав тряпочку, начнёт ей кидаться, например. Ну, тоже. Другие за ними, тоже как Бровнская движение. Один забегал и всех завёл. А другой ребёнок стоит, как свитчика, думаешь, господи, такое возможно, откуда он такой взялся в малышах, стоит и не шелохнётся. То есть индивидуально всё. Вопрос. Зачем малышу, который просто приходит в храм к боженьке, к святым, то, что мы сегодня перечисляли, зачем ему стоять литургию? Зачем? А зачем нам стоять? Мы хотя бы понимаем, что происходит, а он пока нет. А всегда ли мы понимали, когда стояли? Он чувствует. Он атмосферный. Не знаю, я понимаю. Если он стоит хорошо, значит, он что-то чувствует. У него какое-то внутреннее общение. А потом он будет ещё нас учить и нам объяснять. А иногда они такие вещи говорят, и пример прям, господи, пойми, откуда малыш такой-то. Он так этот мир сейчас воспринял. Вот про преподобных, удивительно, в тропарях сказано, от юности Христа возлюбилось и блажение. Вот оттуда это идёт. А почему такая любая? Вот там вот так. Но всё индивидуально. И эти бабушки, которые строгие, бывает, на них строится дело спасения этой семьи, что она вот так вот неадекватно, может, лукаво её там стало, но волосы главы человека без воли Божией не падают. Если вы пришли, началось искушение у вас в семье, делайте выводы, что такое, что я не делаю, не так, господи, помоги, открой. Это всё средство, вот как те, кто тебя исцелили любовью, как те, кто тебя и кнут от тебя дали. Это всё средство Господь тебе дал. Пойми, что-то происходит. А вот общение в целом надо, конечно, вырабатывать своё какое-то. Нет общего рецепта, мы с вами его не выработаем. Что вот во всех церквях вот так. Так хочется общий какой-то рецепт дать, чтобы... У любви нет рецепт. У любви нет рецепт. Она либо есть, либо нет. Любовь есть Христос вообще. Есть рецепт. Вот так Евангелие есть. И там есть случай, один страшный греш, вот разбойник взял в Царство Небесное, ушёл. Меня вот ещё недавно поразили слова Никона Воробьёва. Иисус Христос был... Иуда был с Иисусом Христом, пал, попал в ад. А праведный лод был где? В Содоме Гаморре, попал в рай. От чего зависит, оказывается? Это серьёзный вопрос. Вот так же и мы... Вот можно и распустить детей, можно их и плёткой выстегать. И так, и так отведёшь от Христа. Любви, знаешь, как... Что мне, если я любви не имею? Апостол Павел говорит, кем вал звенящий? Если нет любви к Богу, то ты обводись их в храм. И обстойся от начала до конца. А если есть любовь к Богу, он может и на детской площадке побыть, но знает, что папа с мамой любят. И так Богу пришли сюда, он потом приведёт. Всё это вот закладывается в это фундамент. Клуб частных мнений. На радио Вера. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы обсуждаем тему «Маленькие дети в храме», как всё организовать, чтобы всем было хорошо. И у нас на обсуждение этой темы на светлое радио приехала Ирия Тихон-Худяков, настоятель храма «Преображение Господня» села Нижние Прыски, руководитель отделов по культуре взаимодействия общества и СМИ, епархиальный древлехранитель, Ольга Кутанина, преподаватель воскресной школы, член Российского Союза писателей и многодетная мама, и Ольга Цой, педагог, филолог, кандидат искусствоведения. Я вот что хотела спросить. Ольга, у вас сколько деток? У нас сейчас пятеро. Пятеро. Они по-разному ведут себя в храме? Вот какой-то уже опыт есть, как они погружаются в эту жизнь церковную? Ну, наверное, что-то общее есть, но, конечно, каждый совершенно особенный, индивидуальный подход. По-каждому. И возраста разные. И в каждом возрасте свои какие-то есть тоже особенности. И даже пол ребенка имеет значение. Ну, пол, конечно. Еще как, да. То есть, вот, например, сын у нас, он очень с какого-то возраста проверял, а можно ли ему не пойти в храм, например. И он это говорит. А вот я, говорит, сегодня не пойду. И смотрит на реакцию. То есть, видно, я знаю, что он любит, я знаю, что он хочет. Если его оставить без причастия, он будет плакать. Да. Но при этом он вот мне в каком-то возрасте, а я, говорит, не пойду, и внимательно смотрит. А что же я ему скажу, да? И что вы говорите? Я ему говорю, ну, это самый большой праздник. Мне будет очень жаль, если ты не пойдешь. Но это действительно огромный праздник. Это главный день в неделе нашей, да. Вот. А насильно ведете, если не хотите? Нет, насильно не приходилось просто. Я не знаю, может быть, в каких-то случаях нужно, но пока не приходилось. То есть, уже даже просто вот после такой реакции, когда он понимает, что его никто туда не потащит, он просто пропустит. Нам же жалко пропустить там день рождения друга или еще что-то такое радостное, да. То есть, он просто так сразу призадумался, посидел-посидел, потом говорит, что мне сегодня надеть, или вот какой-то такой бытовой вопрос задал. Он быстренько собрался и пошел. То есть, даже там вот исповедь у него уже началась, он ее на бумажке пишет, пока стесняется так говорить. Вот. Подошел тоже, говорит, мам, дай мне бумажку. Я говорю, ты ж не хотел. Нет, говорит, мне нужна бумажка. То есть, вот, совершенно по-разному. С девочками по-другому, с малышами по-другому, с каждым. Ну, мы же как бы призваны, наверное, к какому-то сотворчеству, да. Вот, мне кажется, тут очень творчески можно подходить, и это действительно интересно. То есть, если родитель это любит, если ему это дорого, если он трепетно относится, и потом вот какие-то творческие искать ходы, чтобы это как-то зацепило и ребенка, да, то, чтобы ему это стало тоже важно. Органично, да? Мы, например, детей маленьких, мы в храме всегда пытаемся, если угомонить, вообще ведемся по-особому в храме, стараемся больше их обнимать там, больше гладить, больше целовать, чем в обычной жизни, чтобы они чувствовали, что это место какое-то особое для них, что родители там даже нежнее, чем обычно, да. То есть, вот, наоборот. Да, да, ну, как-то надо самому тоже настроиться, что ли, то есть, иметь какие-то силы в этот день, подготовиться самому, да, то есть, подготовиться самому, чтобы именно в этот день подарить им чуть-чуть больше любви, чуть-чуть больше внимания там. Вот, наверное, как-то так. Здорово. А мы обычно стоим в напряжении, дергаем ребенка. Мне, знаете, потрясла сегодня какая фраза батюшки, да, что все равно, как бы мы ни действовали, все равно Господь строит свои взаимоотношения с ребенком, да, и вот эти отношения начинаются, получается, с того, как его приносят в храм первый раз, да? Ну, и крещение, и жизнь самих родителей друг с другом. Все, что в доме, как они молятся Богу, не молятся Богу. Мы же не можем сказать ребеночку, ты не кури, не пей, не матерись, а сами будем в доме это все воспроизводить. Ну, конечно, нас не усможено, ты вот и боженку любит, в храме себя смирно в виде все, а мы боженку как бы, ну, есть, для нас это ритуал такой общественный. А еще, кстати, тоже такая, может быть, современная болезнь, вот это вот внешнее восприятие мира, так и духовность во внешне все это, и для многих людей храм становится как клубом, куда мы сходили, вот у нас традиции семейные, все-все-все. И тут, конечно, свои искушения могут быть. Ну, и опять-таки, даже в этой форме Господь-то знает, он как-то их привел, и как-то я был уже молодым, когда, ну, уже диаком, священником, от старого священника услышал такую фразу, они не к тебе пришли, они к Богу пришли. Твоя задача, вот пришли, вот уже, и Господь ведет, не мы, а мы, это вот, опять-таки, удивительная еще есть фраза по нашему отношению, как вот все, смиренно-мудрее, слышали такое слово, смиренно-мудрее. Ну, рассуждение, мудрование. И вот мы рассуждаем сейчас с вами, и вот дети или бабушки в храме, как вот мы рассуждаем, осуждаем мы бабушку, или осуждаем мы родителей, которые не следят за ребенком, или вот ребенок мне мешает, это от чего? От своего я. Или смиренно, кто я такой, а я-то еще хуже, может, в детстве был, а я-то вот когда, как-то... У нас есть смирение, в общем, мы, быть, пред Богом стоим, или для самих себя в храм пришли? Детей мы для Господа родили и в храм приводим, или для самих себя? Это очень ключевые вопросы, надо на них себе ответить и немножко долу поникшую голову иметь. А тогда и как-то все само по себе устрояется, если мы доверяем Богу этот вопрос. Но, опять-таки, как крайности уже нельзя отдать. Ну, многие люди так говорят, ну, Господь с ними разберется, пришел, вот стоит, как дед Дмитрий Смирнов говорил, по нему стоит родитель, а ребенок бегает, это же попустительство, да? Или наоборот, он стоит, и только над ним вот и трясется, безумная любовь такая, это не идет, что-то не говорит, где-то середина золотая, царский путь, вот Христос как-то всегда был в бескрайности, как мы знаем, в Евангелии открываем, там что-то нет такого, чтобы так разумно, разум дам чего, чтобы им пользоваться, правильно? И вот здесь вот дети, ну, надо же подумать, надо же как-то остановиться. Ну, искушение случилось, ну, выйдите из храма, ну, подумайте, остановить, почему оно случилось? Надо же думать иногда. А иногда, ну, вот мы сейчас говорим про маму, здесь присутствуют две мамы, и это подвиг свой. Вообще, женщина, они когда, ну, один ребенок, да, когда семья, семеро и я, да, пять, семь, десять, это же подвиг, вот они спасаются тем, что уже вот просто претерпевают. Это Макарий Оптинский такой старец был, он прямо говорил, терпение сначала смирение, смирение сначала любви. Люди в монастырь уходят учиться этому, а есть школа сложнее монастыря семья. Детки, они, мы думаем, мы их воспитываем, вот мы сейчас к храму приучим, а может, и они нас приучают к храму как-то. Да, это же очень серьезная вещь. Вот вы сейчас говорили такую вещь, как, ну, говорили ребенку, вот страшно, когда представить, у мамы выбор, да, вот у него пять детей, трое-четыре хотят, а один малыш не хочет оставить не с кем. И что же ей сделать, вот у него вилка, у него выбор такой вот этот, а если сейчас я передавлю. Ну, когда вилка спасти ребенка от розетки 220, тут вы как спокойно, сразу его отдергиваешь, руку, ну, как же это спасение, там, лечь на операцию, аппендицит вырезать, вот это ложить, не ложить, ну, конечно. И вот в храм водить или не водить. Чего выбираешь? Как мне комфортнее будет? Или чуть потерпишь? Да пойдем все-таки, дорогой. Понятно, что если вы нашли силу и мудрость, это это просто чудо Божие, когда Господь вложил такой разум маме, что она сумела его уговорить расположительно, но, к сожалению, в подавляющем большинстве люди не анализируют, они эмоционально поступают, и, к сожалению, мы все не святые, а в грехах и многие часто приходится видеть вот эти гневные разговоры с детьми, не только в храме, а поход в храм, как все. И тут это, иногда думаешь, Господи, а как вот они вот... Я видел это, в православной гимназии учился, как в одних семьях было такое строго-строго сделотство, и потом люди уходили и становились атеистами. И в таком же обстановке потом они скромные, смиренные говорят, папа, мам, спасибо, что вы были ко мне строгие. Или наоборот, попустительство. И просто вот люди улетали во все страсти, их не было. Или наоборот, при таком же добром отношении нет, все замечательно, все строго, нет универсального рецепта. Он один Христос. Будет любовь родителей, все будет. А это индивидуально, в одной семье стройки, ну, вот у них генетика такая, что поделать. В другой семье, ну, вот так вот. Ну, что, может быть, генетика такая, что они не могут сдержать, ну, хорошо. Ну, грехи родительские, но Господь и тем, и тем дает спасение. Отсюда есть разные приходы, есть монастыри. Вот в монастырь приходишь, там монахи молятся, все. Там, конечно, ты следи за детьми, мешают, у них стоит там много молящихся, струдников, все. Ну, куда ты пришел со своим, ну, сходи в храм, где детки. Или принеси его к причастию. Ну, чувствуй момент, мешаешь, нет. А если ты момента не чувствуешь, о чем это говорит? Ты не наблюдаешь, что вокруг тебя. То ты и я свое, оно первое всего. Это к родителям очень важно. И ответ же, ну, в конечном счете, ответ за эти души. Пред Богом понесем, понесем. И священник понесет, но не сделал вовремя замечание, не разъяснил, не остановил. И родители, и грёстные, кто просто подарочки дарили. Всё это придёт, свой вопрос времени. И бабушка, которая... Нам не судить надо бабушек, и не судить родителей. Не тех, кто строг, не тех, кто слишком мягок. А посудить бы нам самих себя. А кто ты такой, судите их. Бабушка, замечание, средство нашего спасения наших детей может быть. Родитель пришёл, может, у неё трагедия. Ну, по-моему, вот мы говорили про мудрую прихожанку, которая взяла, вот вам тряпочку, поди, протри. Ну, замечательно. Ну, середина. Вот просто нам следить, следить. Внимай себе одному. Антоний Великий, по-моему, да, ему было сказано. Антоний, Антоний, не рассуждая судьбы о Божьих, ибо это душевредно. Внимай себе одному. Оля, мы, как ни странно, уже близимся к финалу программы. Вы столько про это интересного сами знаете, но тем не менее предложили тему обсудить. Что-то сегодня прозвучало важное для вас, новое, или что-то ещё мы не затронули? Да, очень важные вещи были сказаны, и, конечно же, такие откровения, вроде так всё просто, а на самом деле это откровение, это прежде всего любовь, конечно. Любовь, то, о чём говорил батюшка, то, что мы должны любовью детей приводить в храм, атмосфера любви должна быть, потому что они её перенимают, и потом они дальше её понесут. Бог есть любовь, Господь нас любит и сам ведёт наших детей. Наверное, тут своя должна быть доля доверия Богу, доверить наших детей Богу. Может быть, где-то расслабиться кому-то, кто очень строг, может быть, кому-то подсобраться, кто слишком много попускает своим детям. И, конечно же, тоже про любовь говорила Ольга, потому что для меня было действительно откровением личным, что мы в храме обнимаем, целуем, нежим детей даже больше, чем в обычной жизни, потому что обычно начинается приструнивание, наоборот, строгость, мы делаем строгие глаза, а ты куда пошёл? А ну-ка, стой здесь. А, оказывается, надо, наоборот, его взять, там, схватить, обнять, и ребёнок поменяет своё отношение. Вот это здорово. Любовь. Вроде всё просто, а на самом деле как-то достичь здесь Первое запрещение – возлюбить Господу Бога, всем сердцем помышлением. Ну вот, возлюбим Бога, дети это увидят, пойдут. Ну, значит, и почему наши детки не воспитаны, плохо всё, мы грешим. Всё. Нормально любим. Да, вот это вот следить за собой, я тоже сижу, думаю, какой мне вывод сделать. Я не мама так вот управилась, но я вспоминаю, как в нашей общине, в общем-то, разницы не было. Мама-то не мама, мамам-то проще, они вообще берут ребёнка, когда община есть, да, неважно, чей он, взяли, поцеловали, обняли, что тебе игрушку дать, там, у нас маты лежали на Пасху и на Рождество, клали маты в угол храма, и дети в повалку спали до причастия. Да, тоже ночная служба, потом поднимались, шли к причастию, потом шли на трапезу, они выспавшиеся, ну, да, вот такая у них литургия ночная, но зато они могут на трапезе посидеть ночью. Называется литургический сон. Ну, вот мне кажется, для себя самой, да, помоги мамам, ну, сама вот как бы тоже поучаствуй, потому что, ну, нет чужих детей, все приходят не к нам, а к Богу, соответственно, можно... Помоги с любовью, подожди, скажи, вам помочь, вы не будете против, давайте я возьму на себя. Это просто как вот воздух, это греет. Разделись, не везей тяжело. Да, да. Получать нас все получают, и мы всех получаем. А помочь. Как минимум, судить, да, вот, и как минимум в себе вот это найти ощущение, что это маленькие люди, это не дети, которые там источники шума, а это маленькие люди, у которых уже в этот момент есть отношения с Богом. Спасибо большое за эту программу, такую тоже пронзительную, интересную, эмоциональную, да, такую мамскую программу. Напомню, что в эфире программа была «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждали тему «Маленькие дети в храме, как все организовать, чтобы было комфортно всем, и чтобы дети потом не ушли из храма, да, и чтобы их вера крепла и росла». И у нас в гостях был Ирий Тихон-Худяков, настоятель храма «Преображение Господней» села Нижние Прыски, руководитель отделов по культуре, взаимодействия общества и СМИ, епархиальный и древлехранитель, Ольга Кутанина, преподаватель воскресной школы храма и иконы Божьей Матери Знамени в Ховрино, член Российского Союза писателей и многодетная мама, и Ольга Цой, педагог, филолог, кандидат искусствоведения, автор программы «Частное мнение», которая и предложила эту тему обсудить сегодня вечером. Спасибо, всего доброго, на этом мы прощаемся с вами и вернемся в студию Светлого Радио через неделю. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Спасибо. Клуб частных мнений на радио Вера